Как замедлить метаболизм? Я очень худая, и сколько бы я ни ела, мышцы не набираются. В худшем случае набирается только жир. Тоже актуальный вопрос про ектоморфов, про худощавеньких девочек, которым сложно набирать вес. Ну, во-первых, замедлить, не замедлить метаболизм. Не нужно ничего делать, что ускоряет этот метаболизм, как минимум. То есть вам не нужно дробное питание, вам не нужно кусочничать, вам не нужно хватать на лету, на ходу. То есть вам не нужно кушать часто, вам не нужно постоянно поддерживать эту топку в организме, еще больше разгонять. Вам не нужно делать кардио-тренировки. Ваши силовые тренировки обязательно должны носить такой тяжелый характер, однозначно базовый характер. И у вас должны быть большие паузы между подходами, большие паузы для отдыха. А для того, чтобы вы сами чувствовали, что вам этот отдых нужен, то есть это не просто так, что вы уже вроде отдохнули. А, ну блин, тренер сказал отдыхать больше, ладно, буду отдыхать. Хотя сама уже такая рвется в бой, потому что обычные эктоморфы – это очень выносливые люди, такие вот очень суперэнергичные. Реально их видно. То есть эти люди, которые… Я не эктоморф. Кстати, если вы видели у меня калаш когда-то, что я была худая, потом спортивная. Нет, худая-то я была, потому что я очень сильно похудела, потому что я была всегда полненько склонная к полноте. Потом я, естественно, как любая в юности девочка, да, там студентка, подросток, мы все мечтаем похудеть, все. Причем как бы нам даже… Ну тогда еще не было таких стандартов спортивного тела в моде, но даже если тогда они, наверное, появились, я бы не поверила. Я бы сказала, нет, я хочу быть худой, я хочу похудеть. То когда я похудела, я поняла, что это некрасиво, я поняла, что это ну вообще никому не нравится, это нездорово, нездорово, то тогда я уже вот нашла для себя вот эту спортивную историю, спортивный формат. Ну не спортивный, ну в общем форму, да, спортивную для жизни, красивую, аппетитную, реальную, которую и поддерживать легче, как я и сказала, да, и для здоровья это все полезнее. Ну если это все с умом. Для того, чтобы вы не рвались в бой раньше положено, потому что я знаю, я тренировала таких девочек, которые очень худосочные, и им реально тяжело дается набор мышечной массы, как правило, такие девочки сделали подход, и уже через полминуты, ну давай следующий. Милая моя, если бы ты ушаталась на первом подходе, вот реально в отказ, если бы ты выжила из себя бы вот все, что ты можешь, ты бы через полминуты ко мне не подошла, это 100%. Ты бы вот через 5 минут бы пыталась бы сделать вид, чтобы я тебя не заметила просто, ты бы всячески пряталась бы за тренажер, лишь бы я тебя не потревожила. Потому что если реально подход сделан в отказ, если подход сделан вот просто на максимуме ваших возможностей, иногда требуется до 10 минут отдыха. Вот я реально, я себе устраиваю такие, должна быть, конечно, психологическая готовность, потому что это такой стресс для организма, реально. Это он имеет большой гормональный отклик, то есть там и адреналин, и мужские гормоны, это реально очень полезно для роста мышц, такая тренировка. Но психологически, естественно, каждую неделю вот такую тренировку проводить, ну не то, что каждую неделю, три раза в неделю явно, да, вот такую тренировку проводить не можете. Раз в неделю можно себя приучить, а эктоморфов еще и нужно себя приучить именно к таким тренировкам. То есть тренировки должны быть, пусть они тяжелые, пусть они, я не знаю, пусть там несколько, будет там три всего упражнения, да, но вы отдыхаете чуть ли не по 10 минут между подходами, и пусть у вас там будет 5 подходов этого приседа или этого жима ногами, пусть это будет самый тяжелый. Это, конечно, должны быть базовые упражнения, но базовые, в плане для вас базовые, то есть они должны иметь, скажем так, база – это больше то, что для вас является основным фундаментом, то, что вы реально чувствуете. Для меня, например, и махи ногами – база, то есть я их использую в базовой тренировке, потому что я реально махами могу убиться очень круто. Просто в базовой тренировке я использую, например, большой вес и там 12 повторений, и такой прям с задержкой в пике, да, то есть чтобы прямо разрывало мышцы. В своей шлифовочной тренировке я использую многоповторку, да, и короткую амплитуду, а в базовой, например, я очень хорошо растягиваю ягодицы, я хорошенько вкладываюсь, то есть я делаю в наклоне. Естественно, эктоморфам нужно использовать спортивное питание, как ни крути, потому что очень тяжело набрать нужное количество калорий. Калорий надо есть много, что там говорить, то есть если вы говорите, я дофига ем и я набираю только жир, ну, либо вы плохо тренируетесь, да, потому что, и поэтому вам некуда идти строительного материала, то есть вы тренируетесь очень лайтово, как правило, вы такие поделали несколько упражнений, такие, я пойду побегаю, вот у меня есть такие эктоморфы. Да куда тебе бегать, тебе наоборот нужно из силовых не вылазить и наоборот, знаете, такие, которые пампушки, давай я вот силовую, давай я потяжелее присяду, а бегать не пойду. То есть, понимаете, вот отличие, кстати, женского тренинга от мужского тренинга с точки зрения целеполагания кардинально, принципиально отличается, потому что мужчина, приходя в спорт, он должен думать, наоборот, о том, что у него лучше всего получается, о том, к чему он больше предрасположен, да, и в этом реализовываться, потому что мужчина все-таки идет в спорт для того, чтобы, скажем так, самоутвердиться, да, то есть если, например, большого такого тяжелого крепкого мужичка отправить, ну там такого силового прям, отправить куда-нибудь на функционалку, на кроссфит себя развивать или в легкую атлетику, он будет себя среди них всех, чувствовать себя убогим, ущербным, и его просто не будут ноги тянуть на тренировку, он будет понимать, что, блин, я реально хуже всех их там вместе взятых. Все почему? Потому что он поперся не туда, без учета своей природы, если он силовой, то ему надо идти в силовой вид спорта, он будет там кайфовать, он будет лететь, как мой муж, он будет лететь на тренировке, потому что он реально чувствует себя крутым там, он чувствует себя реализованным, то есть если просто где-то он на улице, ну не муж мы, да, будем брать в учет другого мужчину, да, там, или другого человека, который там, на улице он идет, он обычный, он такой же, как все, А приходит он в зал, он понимает, что я круче всех, я сильнее всех, я делаю то, что у меня получается И поэтому он будет бежать на тренировку И в этом плане мужчине все-таки нужно учитывать то, что у него круче Женщине, уж простите, но наоборот Но что касается силового тренинга, потому что силового, я не говорю про йогу, про танцы Естественно, есть виды спорта, которым нужно заниматься в кайф В фитнесе тут другая история, вы идете исправлять то, что вам не нравится Вы идете не кайф получать от тренировок, а вы идете что-то менять И как правило, я же говорю, полненькие женщины, они такие, они хорошо, ну не полные, коренастые, скажем так Они склонны хорошо к силовым тренировкам, относятся, они склонны к ним И поэтому, собственно говоря, они вот такие, им побольше поднять Потяжелее сделать один подход, но ни в коем случае не интенсивка, не круговая, не суперсеты То есть для них это тяжело, хотя это как раз таки то, что им нужно делать для того, чтобы поменять тот внешний вид, с которым они пришли на тренировку И наоборот, девочки худосочные, им бы бегать, носиться, маленькие перерывчики между тренировок, между подходами И ни в коем случае не тяжелый вес, да ты что, я сломаюсь там Здесь нужно наоборот, если вы хотите что-то изменить Если вы хотите остаться такой, какой вы есть, да, делайте то, что вы и так можете Тогда какой разговор? Если вы пришли что-то менять, то нужно здесь себя немножко ломать Но я хочу сказать, вы такой кайф испытаете, когда вы реально поменяете свою природу Вы поменяете свои привычки Вот я когда тоже, я, кстати, отношусь к тем самым коренастам Я когда себя приучала к кардионагрузкам Когда настал тот момент, когда я стала их любить И, соответственно, как знак равенства, моя форма стала для меня не чем-то сверхъестественной Ни чем-то, что опять кардио, как я ненавижу эти диеты, как я ненавижу эту кардио А когда я поменялась, то есть я стала более выносливая Соответственно, то есть я делала те тренировки, которые дают мне красивое тело И это для меня было, ну, абсолютно естественное, абсолютно стало доступным Поэтому все-таки здесь делайте усилия в пользу, вот если вы к тому, делайте усилия в пользу более силовых тренировок Больше отдыхайте, про питание спортивное сказала Вам нужно даже гейнеры пить, не протеины, гейнеры, козеины на ночь То есть прям вот хорошенечко закидываться белком Может быть кому-то даже и надо там и булки есть, и батончики после тренировок То есть вот прям вот ешьте хорошо белок и даже быстрые углеводы Все это кушайте, если у вас это все так быстро перегорает Кушайте, не бойтесь БЦАшки на тренировке, после тренировки Также я рекомендую вам пить креатин Сейчас есть креатины, которые такие адаптированы и под женщин И в принципе, потому что креатина большая проблема, он заливает И многие боятся, и я многие годы думала, что это вообще добавка не для женщин Но с приходом в мою жизнь, не скажу вегетарианство, да Потому что сейчас опять меня все будут распинать за это, я не вегетарианка Но тем не менее, когда я отказалась от мяса Большая проблема появилась даже, знаете, не с источниками белка Появилась проблема с чувствительностью мышц А как оказалось, именно в красном мясе содержится креатин То есть я раньше этим и не заморачивалась То есть я ем, я все офигенно себя чувствую То есть я прихожу на тренировку, я классно, я подхожу Я сделал один подход, второй подход, и у меня уже все забилось Я офигенно себя чувствую И вот это очень важно Вот эта чувствительность мышц на тренировке Конечно, она дает драйв, конечно, она дает тебе кайф Она тебе дает отдачу, и ты понимаешь, что, блин, да, я работаю, я поработал На следующий день ты понимаешь, что у тебя будет все болеть И по факту все болит, и это кайф У меня на вегетарианском питании, ну, на безмясном питании Я не ем мясо, не ем курицу, не ем говядину То, где содержится как раз-таки этот креатин Поэтому сейчас я, как спортивную добавку, я употребляю креатин Это, кстати, к вопросу, есть как раз много вопросов, как вообще накачаться на вегетарианском питании Я ем морепродукты, то есть у меня нет проблем именно с набором белка То есть мне хватает, я ем и рыбку, и морепродукты, могу и яйца есть И, ну, творожные в меньшей степени я люблю изделия Ну, просто потому что я не очень их люблю Хотя я не боюсь там, что они там заливают или еще что-то Ну, я ем сыры в небольшом количестве, так, в удовольствие Но, тем не менее, креатин я включила в свои сейчас, в свои спортивные добавки И я хочу сказать, появилось гораздо больше чувствительности мышц То есть ты идешь на тренировку, ты делаешь подход, и ты чувствуешь реально, что у тебя забиваются мышцы И восстановление лучше на креатине Чуть-чуть, может быть, задерживается чуть-чуть совсем воды Я не могу сказать, я не обращаю на это сильно внимания, честно говоря Я вообще отношусь к вот этой вот истерике по поводу того, что Меня залило, у меня опять вода, как слить воду? Ребята, я, ну, как бы, предлагаю вам этим сильно не париться Если это не прям, ну, не жесткий отек вообще Если это прям явная непереносимость там каких-то компонентов Я, например, очень как бы люблю, когда у меня чуть-чуть есть водичка в организме Просто это паникуют и сливают воду те, у кого реально дофига лишнего жира И они, ой, у меня еще и вода Да, тем, конечно, кипишь, я не спорю Но, извините, если у вас нормальная жировая прослойка плюс-минус То вода, она только украшает Она делает кожу более гладкой Она делает тренинг менее травмоопасным Она делает губки более налитыми Кожу более молодую Реально водичка нужна в организме Воду пейте и не бойтесь того, что там как-то ее где-то что-то задерживает Вот, не нужно, естественно, едаться соленой рыбой на ночь И отпиваться пиво Конечно, вот это вот вас зальет Я не спорю, красоты вам не прибавит И драйвы на тренировке тоже Вот, а креатинчик я советую Я еще хотела в Инстаграме написать статью об этом Но, видите, эксклюзив узнали сегодня вы Потому что реально для меня это находка Вот, ну я позже напишу обязательные про дозировки Потому что абстрактно не могу говорить Потому что разные фирмы, да, и совершенно Ну, разное количество креатина в одной ампуле То есть то, что я вам скажу, три ампулы я пью, вам ни о чем не скажет Но, тем не менее, тем, кто не ест мясо и говязину Очень будет полезным для тренинга пить креатин И эктоморфов подавно